Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Какие перемены происходят в пенсионной системе, начиная с этого года? В каких случаях положен досрочный выход на пенсию и сохранится ли вообще право на досрочную пенсию? Что нужно знать будущим пенсионерам? В нашей студии заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Светлана Нефедова. Ваши вопросы задавайте, пожалуйста, по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Добрый вечер. Ну, первое, что волнует, наверное, сегодня пенсионеров, это будут ли расти пенсии в наступившем году? Потому что экономическая ситуация такая нестабильная, все мы живем сегодня в сложное время, и поэтому, наверное, волнения такие возникают. Ну, прежде всего, мы должны сказать о том, что с 1 января 2015 года в стране изменилось пенсионное правовое регулирование, трудовые пенсии преобразованы в страховые пенсии и в накопительные пенсии в соответствии с законом о страховых пенсиях и накопительных пенсиях. Что это значит? Это значит, наши пенсионеры в Самарской области, те, кто получали трудовые пенсии, их порядка 915 тысяч получателей трудовых пенсий, и те, кто на 31 декабря сформировал пенсионные права, мы все пенсионные права у этих пенсионеров, у получателей трудовых пенсий преобразовали в пенсионные баллы, сконвертировали в пенсионные баллы. Сегодня пенсия рассчитывается путем умножения суммы пенсионных баллов от сконвертированных прав на стоимость пенсионного коэффициента. С 1 января стоимость пенсионного коэффициента составила по закону о страховых пенсиях 64 рубля 10 копеек и перенесена в страховую пенсию аналог базовой части фиксированная выплата. В декабре размер этой фиксированной выплаты составлял 3910 в соответствии с законом о страховых пенсиях. С 1 января 2015 года размер для страховых пенсий по старости составил фиксированной выплаты 3935 рублей. Собственно говоря, за счет новой величины фиксированной выплаты с 1 января 2015 года пенсионеры получили прибавку в размере 25 рублей. Что касается подходов в повышении пенсии. В принципе, в соответствии с новым законодательством и с программой повышения пенсии в 2015 году. Сохранены условия повышения пенсии из расчета два раза в год. С 1 февраля по индексу роста цен на потребительские товары, то есть это инфляция, по итогам 2014 года. В планах в соответствии с законом о бюджете пенсионного года прогнозный показатель был запланирован из расчета 7,5%. Учитывая, что президент дал поручение правительству все-таки во внимание принять не прогнозный показатель роста цен на потребительские товары по итогам 2014 года, а во внимание принять фактически сложившийся индекс роста на потребительские товары, мы ожидаем, что правительство при принятии постановления об утверждении индекса роста потребительских цен за 2014 год для определения стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля примет во внимание поручение президента Российской Федерации. На сегодняшний день обсуждается, что в планах повысить стоимость пенсионного коэффициента 64 рублей 10 копеек до 71 рубля. Во всяком случае, мы ожидаем, что такое решение должно быть принято. И второе, постановление правительства, которое позволит также проиндексировать фиксированную выплату, сегодня это 3935 рублей, также мы ожидаем на выходе об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2015 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Изначально этот прогноз составлял 7,5, обсуждался 9,8, но на сегодняшний день это звучит с цифрой 11,4%. Надеемся, что правительство все-таки примет во внимание поручение президента и, соответственно, примет правительственные акты, которые позволят нам пересчитать пенсии страховые с 1 января 2015 года и в части расчета страхового обеспечения путем умножения пенсионных баллов, сконвертированных на 1 января 2015 года у каждого пенсионера, на новый размер стоимости пенсионного коэффициента. Ну и, соответственно, проиндексировать установленный размер фиксированной выплаты 3935 на тот индекс инфляции, который также будет принят отдельным постановлением правительства. Это первое повышение страховых пенсий, плановое, прогнозируемое, плановое. Ну и вопросы второго повышения, они отнесены к 1 апреля. Ну, прежде всего, в апреле запланирована индексация социальных пенсий, бюджетных пенсий. И есть такая категория получателей социальных выплат. Это федеральные льготополучатели, которые получают меры государственной социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты и социального пакета. Данные меры также будут проиндексированы. Ну, в первом случае социальные пенсии свыше 11% запланирована индексация. О социальных выплатах, значит, показатель, связанный с индексацией, запланирован 5,5%. Что касается страховых пенсий, то также в прогнозах, прогнозных показателях заложено второе повышение в апреле. Какое решение будет принято правительством Российской Федерации и с 1 апреля, соответственно, и с законодателями, соответственно, мы обеспечим решение о повышении пенсии также и с апреля в установленные сроки. Что касается получателей трудовых пенсий, мне хотелось бы сразу обратить внимание, чтобы не вызывало беспокойство о ущемлении прав работающих пенсионеров. Работающие пенсионеры в соответствии с новым законодательством пенсионным по-прежнему будут получать пенсии в полном объеме, без ограничения, период работы. И для работающих пенсионеров сохранены подходы корректировки или перерасчета страхового обеспечения, страховой пенсии традиционно с 1 августа каждого года. Но учитывая, что впервые у нас новый оценочный пенсионный коэффициент или пенсионные права в баллах сформируются на 1 января 2016 год, соответственно, в 2015 году мы проведем перерасчет пенсии работающим пенсионерам из расчета пенсионных прав, которые сформируются на 1 января 2015 года. А уже 2016 год будет оцениваться по-новому, формироваться по-новому. То есть в этом году на пенсию они вот еще по-прежнему, по-прежним правилам. Нет, у них не так. Значит, мы сейчас говорим о работающих пенсионерах. Поэтому работающие пенсионеры должны быть абсолютно уверены, что в новом пенсионном законодательстве их права не ущемлены, не нарушены, сохранено право на получение пенсии в полном объеме в период работы и право на ежегодный перерасчет пенсии из пенсионных прав, которые будут формироваться на 1 января каждого года. Первое формирование пенсионных прав в рамках новых подходов будет сформировано на 1 января 2016 года. Что касается вопросов, связанных с... Ой, вот Светлана Михайловна, вот чтобы разобраться с баллами, вот в чем принципиальные изменения? И как рассчитать, что такое один балл? Сколько баллов нужно для того, чтобы иметь право на пенсию? Что касается порядка исчисления пенсии, новой формулы, то здесь достаточно сложная методика, механизм. Почему? Все, что начнет формироваться по новым правилам с 1 января 2015 года и, соответственно, фиксироваться ежегодно на 1 января следующего года, по итогам финансового года, это достаточно просто. Это пенсионный балл, который будет рассчитываться из начисленных сумм страховых взносов с фонда оплаты труда в отношении каждого работника, работающего по найму, а те, кто сами обеспечивают себя трудовой деятельностью, исходя из фиксированных платежей. Так вот, в 2015 году предельный порог фонда оплаты труда, с которого будут начисляться страховые взносы, утвержден законом на уровне 711 тысяч. Те граждане, которые выйдут за этот порог, соответственно, во внимание мы принимаем 711 тысяч фонд оплаты труда, и их фактически начисленные страховые взносы с фонда оплаты труда. Соответственно, их зафиксированные начисленные страховые взносы делим на 711 и умножаем на 10. Это предельный балл годовой ограничитель, который может быть учтен по итогам формирования пенсионных прав в разрезе финансового года. Поэтому достаточно просто эти арифметические действия осуществляются. Все, что касается пенсионных прав до 1 января 2015 года, сохранена прежняя методика оценки пенсионных прав до 1 января 2022 года по стажу и заработку. С 1 января 2022 года по декабрь 2014 года это буквально сумма начисленных страховых взносов за все эти годы суммируется, делится на ожидаемый период выплаты пенсии. В декабре 2014 это было 19 лет или 228 месяцев. Таким образом мы определяем страховую выплату. И эту страховую выплату делим на конвертационный размер пенсионного балла 64 рубля 10 копеек. Вот таким образом будет определяться цена пенсионных прав в баллах на 1 января 2015 года. Ну и соответственно дальнейшие арифметические действия достаточно простые. Баллы умножаем на стоимость балла соответственно на 1 января 2015 года, на 1 февраля по итогам индексации, на дату назначения пенсии. Соответственно в 2015 году, поскольку у нас не будет сформировано пенсионных прав по итогам 2015 года, соответственно размер страховой выплаты будет зависеть от пенсионных прав, сформированных и сконвертированных, преобразованных по состоянию на 1 января 2015 года. Понятно. Спасибо за такое подробное разъяснение. К нам поступает уже первый вопрос от телезрителей. Михаила интересуется, есть ли в пенсионном фонде личный кабинет, чтобы отслеживать все расчеты? Очень хороший вопрос. Действительно в планах 2014 года в системе пенсионного фонда было принято решение создать для застрахованных лиц личный кабинет. Зарегистрировавшись на сайте пенсионного фонда и соответственно обладая правом работать по взаимодействию с органами пенсионного фонда через личный кабинет, можно ознакомиться с состоянием индивидуального лицевого счета, соответственно с количеством баллов, которые имеются и разнесены на 1 января 2015 года. Мы надеемся, что пока идет тестирование данного ресурса, данного сервиса, и мы надеемся, что в первом квартале 2015 года данный ресурс уже будет запущен в промышленную эксплуатацию. Поэтому нужно набраться терпения, как только данный сервис у нас заработает на сайте пенсионного фонда Российской Федерации, соответственно мы эту работу проведем разъяснительную, и наши интерактивные застрахованные лица смогут открыть личный кабинет, и мы с ними будем взаимодействовать только посредством личного кабинета. Очень удобно. Не выходя из дома? Да, это хорошо. Следующий вопрос. Какой прожиточный минимум установлен на этот год? Что касается категории пенсионеров, у которых, категории неработающих пенсионеров, которые, к сожалению, не имеют достойных и достаточных прав и получают пенсию ниже величины прожиточного минимума. С 2010 года для этой категории неработающих пенсионеров их уровень поддерживается федеральной социальной доплатой. Ежегодно в субъекте проживания принимается законом показатель, дающий возможность нам поддерживать уровень прожиточный для такой категории неработающих пенсионеров. В 2015 году показатель для установления федеральной социальной доплаты, доведения до прожиточного минимума утвержден на уровне 6420 рублей. И с 1 января, учитывая, что это социальная доплата, социальная выплата, с 1 января 2015 года при переходе и преобразовании трудовых пенсий на страховые накопительные мы отдельно сформировали доставку страховых пенсий и отдельно сформировали выплаты федеральной социальной доплаты. Ну, это один месяц, когда мы вот так работали в связи со сменой правового регулирования. В январе федеральную социальную доплату мы установили из числа неработающих пенсионеров. Общее количество таких обладателей права на федеральную социальную доплату в Самарской области составило 63 416 человек. Расходы только на федеральную социальную доплату составили 57 миллионов. Следующий вопрос, Александр Васильевич. Как изменится пенсия у военнослужащих? Что касается граждан, которые получают бюджетные пенсии по силовым ведомствам, ну, прежде всего, эта категория не относится к полномочиям компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации. Соответственно, комментировать подходы и основания прибавки для этой категории лиц мы лишены возможности. Но вместе с тем, учитывая, что пенсионеры, получающие пенсии по силовым ведомствам за выслугу лет, они в 60 лет мужчины и в 55 лет женщины приходят в органы Пенсионного фонда за страховым обеспечением. Для них право на страховое обеспечение равнозначно, как для обычных пенсионеров. Соответственно, мужчины приходят к нам в 60 лет, женщины в 50 лет, при условии, что у них имеется, начиная с 2015 года, 6 лет страхового стажа, который не учитывался при назначении пенсии за выслугу лет по силовому ведомству. Следующий вопрос. Каков минимальный стаж для женщин для получения пенсии? Минимальный стаж. Ну, я думаю, что мы должны прокомментировать смену условий назначения пенсии, которые установлены законом о страховых пенсиях. Начиная с 2015 года, закон о страховых пенсиях устанавливает три условия для назначения страховой пенсии по старости. Ну, самый важный параметр возраста выхода на пенсию сохранен прежний, соответственно, для мужчин в 60 лет, для женщин в 55 лет. Но при этом повышается значение страхового стажа. С 2015 года страховой стаж повышается с 5 лет до 6 лет и ежегодно будет увеличиваться до 2024 года, пока не достигнет величины в 15 лет. Поэтому в этом году, чтобы выйти на пенсию в 60 и 55 лет, соответственно, мужчины и женщины нужно иметь страховой стаж 6 лет. Помимо этого, вводится третье условие – это наличие требуемых пенсионных баллов. В этом году для того, чтобы выйти на пенсию, нужно иметь три условия – возраст, стаж и наличие пенсионных баллов на уровне 6,6. Соответственно, этот параметр неокончательный, поскольку предельно минимальный 30 баллов. Ежегодно, начиная с 2016 года, этот параметр будет расти на 2,4 года, до 2024 года, пока не достигнет 30 баллов. Понятно. Поэтому еще раз обращаю внимание, чтобы сегодня иметь право на страховую пенсию по старости, нужно иметь одновременно три условия – возраст, стаж и наличие баллов пенсионных. Будет ли прибавка к пенсии? Ну, это мы уже обсудили, прибавки будут, не стоит волноваться. Я пенсионерка, 40 лет у меня стажа. Будет ли прибавка за такой большой стаж? Ольга Александровна. Подходы в учете пенсионных прав, подходы в исчислении пенсии, они регулируются для всех граждан в соответствии с пенсионным законодательством. Поэтому, чем продолжительнее стаж, тем, соответственно, сумма пенсионных прав больше. Дополнительных никаких выплат, надбавок действующие законодательства, как и ранее действующие, так и сегодня действующие законодательства о страховых пенсиях не содержат. И не предполагается дополнительных надбавок. Очень много вопросов по поводу, на какой процент прибавить пенсию в феврале, повторите, пожалуйста. Еще раз обращаю внимание, уважаемые слушатели, уважаемые получатели пенсии. С 1 февраля мы ожидаем принятия двух правительственных актов. Первый – это об утверждении индекса роста потребительских цен за 2014 год, для того, чтобы определить новую величину стоимости пенсионного коэффициента. И, соответственно, у всех пенсионеров, у которых сегодня зафиксированы баллы из пенсионных прав на 1 января 2015 года, умножить на новую величину стоимости пенсионного коэффициента. Еще раз обращаю ваше внимание, что пока такой правительственный акт не принят. Прогнозно мы ожидали, что это будет порядка где-то 68 рублей. Сегодня говорится о стоимости на уровне 71 рубля 41 копейки. Как только решение будет принято окончательно, соответственно, мы его и опубликуем, и доведем, и разъясним. Ну и для того, чтобы в составе страховой пенсии также была повышена фиксированная выплата, которая для пенсии по старости на 1 января 2015 года составляет 3935 рублей, мы ожидаем второй правительственный акт, которым будет утвержден коэффициент индексации фиксированной выплаты. Планировалось на уровне 7,5%, озвучивалось 9,8%. Сегодня прорабатывается индекс на уровне 1,4%. Окончательное решение будет принято, когда будут опубликованы два постановления правительства Российской Федерации. Понятно. Проработала в условиях Крайнего Севера 13 лет, сейчас мне 48, живу в Самаре. Могу ли я рассчитывать на досрочный выход на пенсию? Ну, учитывая, что в законе о страховых пенсиях сохранены права всех и условия назначения досрочных пенсий, в том числе и в связи с работой в тех суровых условиях в районах Крайнего Севера, в местностях приравненных Крайнего Севера. Для того, чтобы определить право, необходимо изучить конкретные пенсионные документы и дать оценку специальному стажу, который позволит и страховому стажу, на основании которого мы сделаем выводы о праве на досрочную пенсию. Но условия назначения досрочных пенсий сохранены в законе о страховых пенсиях. Получая пенсию по старости, в этом году установили вторую группу инвалидности, однако размер пенсии не увеличился. Почему? Дело в том, что получатель пенсии по старости в возрасте 55 лет и 60 лет по закону могут получать только страховое обеспечение по старости. Так определяет закон. При установлении инвалидности для инвалидов второй группы, первой группы, третьей группы, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг, который сегодня составляет 881 рубль. Соответственно, их повышение касается не пенсионных выплат, а повышение уровня жизни инвалида осуществляется за счет установления социальной выплаты. Пенсионная выплата не меняется, а устанавливается новое дополнительное социальное обеспечение. У людей, которые работают в сельском хозяйстве, очень маленькие зарплаты. Они потеряют при переходе к баллам? И вообще не только в сельском хозяйстве, а есть люди, у которых очень маленькие зарплаты, не только в сельском хозяйстве. Получается, что именно с этого начиная года люди будут терять в пенсии при расчетах. Все те уважаемые получатели пенсии, которые заработали свои пенсионные права за работу в сельской местности, в сельскохозяйственных отраслях экономики, у них права уже сформированы. И, соответственно, в законе о страховых пенсиях записано положение о том, что если мы после применения новой формулы исчисления пенсии увидим, что размер пенсии меньше, чем тот, который был по состоянию в декабре 2014 года, то размер пенсии сохраняется прежний. И, соответственно, фиксируется тот, который был в декабре 2014 года. Именно из этого размера мы считаем баллы пенсионные. Но в законе о страховых пенсиях для тех сельчан, которые выработали 30 лет стажа в сельских отраслях экономики, в сельских производственных отраслях, и продолжают жить в сельской местности, с 1 января 2016 года предусмотрено дополнительное повышение фиксированной выплаты на 25%. Поэтому в 2015 году для того, чтобы установить данные категории сельских жителей при наличии условий, предусмотренных законом, дополнительное повышение фиксированной выплаты, мы также ожидаем два правительственных акта, которые определят подходы в исчислении специального стажа работы в сельской местности не менее 30 лет. Ну и, наверное, перечень тех отраслей, сельскохозяйственных организаций, работа в которых будет засчитываться в 30 лет специального стажа. Ну и в 2015 году мы эту работу будем проводить с тем, чтобы с января 2016 года этой категории получателей пенсий установить повышение к фиксированной выплате. Почему не учитывают заработок жен военнослужащих, которые работали за границей во время службы мужа? Учитывается он или нет? Значит, обращаю внимание на следующее. В соответствии с пенсионным законодательством, все, что касается пенсионных прав до 1 января 2 года, которые оцениваются по стажу и заработку, заработок исчисляется только за работу в тех организациях, где оплата труда была в рублях. Поэтому для тех организаций за границей, где оплата была в рублях, в денежных единицах Российской Федерации, мы принимаем во внимание заработок и из него оцениваем пенсионные права на 1 января 2 года. Если заработная плата была в иностранной валюте, законом о пенсиях учитывать заработную плату в иностранной валюте не предусмотрено. Понятно. Инвалид второй группы прибавку принесли к пенсии а 270 рублей дорожные не принесли. Как мне теперь ехать за свой счет, что ли? Или удостоверение показано? Уважаемые наши получатели пенсии, ответственность за социальные выплаты субъекта пенсионный фонд, к сожалению, не может комментировать и не несет. 270 рублей – это те выплаты, которые реализуют органы социальной защиты. Поэтому я вам рекомендую за разъяснением о выплате на проезд обратиться в Министерство социально-демографического развития. Что нужно сделать до наступления пенсионного возраста? Куда обращаться и когда? За начислением трудовой пенсии. За долго? Или вот исполнилось там тебе 55, и ты пошла в пенсионный фонд? Хочу обратить внимание застрахованных лиц, с которыми мы работаем постоянно, сопровождаем их подходы к формированию пенсионных прав, что органы пенсионного фонда заблаговременно за год до наступления возраста начинают готовить лиц, выходящих на пенсию, и формируют пенсионные права вплоть до электронного выплатного дела. Поэтому в вашем случае вам необходимо обратиться за подготовкой к назначению пенсии за год в территориальный орган по месту улиц. Спасибо большое, Светлана Михайловна, огромное спасибо за такие разъяснения. Всего вам хорошего. Спасибо вам за внимание активно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова